Товарищ Министерин, насколько это значимое событие сегодняшнее для армии ДНР? Я думаю, это довольно-таки значимое событие. И связано это с тем, что буквально за 10 дней было отремонтировано 3 БМП-2. По улучшению вам доложит командир 2-й бригады. Более того, мы уже можем это ставить на поток. То есть технику мы можем ремонтировать от недели до 2 недель в зависимости от поломок этой техники. И я вам скажу так, когда в нашей молодой республике появляется такая техника, которая была взята в плен у украинских военных и приведена в боевое состояние, она сегодня выйдет на боевое дежурство, уже будет конкретно находиться, скажем так, на передовой. Я думаю, вы прекрасно все понимаете, что это значимое событие. Это будет и техника, отбитая у украинской армии, да? Все верно. Скажите, существует нехватка с экипажем для техники? У нас есть центр по обучению, и экипажи обучаются, проходят курсы повышения квалификации, обучаются и выходят на боевые. Скажите, существует ли опасность нарушения мирных калавариумов? Они, как были, так и есть, продолжают нарушаться со стороны украинской армии. А можете привести какие-то конкретные случаи? У нас заведен дневник нарушений, где уже больше, наверное, 120 нарушений за вот этот период, с момента подрастания протокола. И это практически каждый день происходит. И аэропорт, допустим, позавчера был обстрелян в позиции наших солдат, которые находились на боевом дежурстве. У нас 31 раненый, из них 2 убитых. Из раненых вот этих 6 человек тяжелые. Обстрел велся со стороны Авдеевки, которая не под нашим контролем, со стороны Песок, которая пока тоже не под нашим контролем. Причем велся не только минометный обстрел, но и гаубичная батарея работала. Скажите, текущая ситуация в аэропорту на данный момент? Аэропорт блокирован полностью. Выхода у них нет сдаваться, они пока не собираются. У них нет выбора, нет у них ни поставок, ни боекомплекта, ни пропитания. Будете атаковать или это блокада такая длительная? Мы не имеем права атаковать, мы подписали соглашение. У них выбор только один, сдаться и выйти из аэропорта. Это наша территория. Другого выбора я для них лично не вижу. Скажите, какие действия в Мариуполе дальше со стороны ДНС? Я думаю, об этом я комментировать не буду. Сами понимаете, почему. Подтверждается развед, да, на стягивание наступательного вооружения со стороны Украины? Так точно. Под Волновахой находится около 10 точек У в карьере. С северной стороны, это в районе Славянска-Краматовска, около 6 точек У. Для чего такое количество стягивания? Не говоря уже о гаубичной батарее, не говоря уже о модернизированном танке, который вы видели в Варшавском договоре, которые оказались каким-то чудом образом у нас на Украине, где присутствуют тепловизоры, где присутствует распознавание свой-чужой. Товарищ министр, что для вас будет сигналом для окончания перемирия? Сигналом для окончания перемирия? Что должны сделать украинские войска, чтобы... То, что они делают. Наступление. Как только они двинутся в нашем направлении и будут пытаться вытеснить, это будет окончание перемирия. То есть обстрелы будут продолжаться? Если они будут продолжать обстрелы города, вы же прекрасно понимаете, мы не сможем запустить учебный год, который дети. Поэтому мы вынуждены отвечать на эти обстрелы и тушить их огневые точки. По-другому я не могу сказать. Дети должны пойти в школу. А то, что у них ничего святого нет, и что они бьют по школам и по всем остальным, я думаю, мне уже не смысл об этом комментировать, доказывать, вы сами все это видели. Скажите, есть ли какие-то возможные варианты нарушения, окончания перемирия со стороны армии ДНР? Моим приказом четко отданы все задания для всех подразделений. Лишь только отвечать на огонь. То, что произошло под Кировским, где миссия ОБСЕ попала под обстрел украинской армии, где пришлось по их просьбе, опять же, мне отдать приказ подразделению, чтобы их вытащили оттуда, слава богу, живыми. А слухи по поводу присутствия иностранной бронетехники, это не более, чем слухи? Говорят, Леопарды, Кита, Абрамсы. Да, видим это на расстоянии, но пока захватить не получилось. Как захватим, сразу вам покажем. А вот в связи с этим вопросом к начальнику подразделения, вы знаете, как бороться с иностранными танками? Ну, конечно, знаю. Какие ваши планы? Ну, уже министр обороны говорил, мы уже один такой модернизированный танк захватили. Он находится сейчас у нас в части. Как только освободится место, будет загнан сюда на реконструкцию. Полностью компетенцированный, со всеми тепловизорами, самонаведениями, с вычужой определением. Модернизированный танк на базе ТС-72. Неделю назад нам попали в боях. Ну, я думаю, наши танки не хуже их. Я в этом убедился. А, кстати, экипажи, кадровый состав можно сравнить украинский и наш? Кадровый состав нашей армии составляет из бывших военных, которые давно занимаются мирной жизнью. Водители автобусов, автомобилей и тому подобное, которые срочкой прошли в свои года. В основном это моего поколения солдаты и офицеры. Довольно удачно ведут боевые действия. Я доволен своим солдатам. Представьтесь, пожалуйста, как правильно пишется Ваша фамилия? Пожалуйста. Позовной. Командир 2-й отдельной бригады ОПЛОК Тихонов, В.Позовной Тихонович. Спасибо. Вопрос к министру. Скажите, продолжается ли обмен военнопленными? Да. И на каком этапе он находится? Сейчас должен произвестись обмен 50 на 50. Ну, украинская сторона все так же старается где-то юлить, не совсем выдает по списку тех людей, тех, которых мы затребуем. Ну, а те, которые приходят, приходят поломанными, побитыми, поломанными ребрами, отбитыми почками. То есть, всех ребят сразу приходится ложить в госпиталь. Из 73-х человек, которых они нам передали, 60 пришлось положить в госпиталь. Скажите, много ли среди пленных иностранных наемников? У нас? Да. Среди пленных. Среди пленных, которые вы... Это закрытая информация. А правда ли, что в аэропорту иностранные наемники до сих пор есть? Если информация, которая была до начала активных боевых действий, действительно подтверждается, то я вам хочу сказать, там находились албанцы, там находились поляки, именно ЧВКшники, которые непосредственно охраняли аэропорт, причем снайпера, прошедшие горячие точки. Как возьмем плен, так сразу увидите. Расскажите о текущей ситуации на месте крушения Боинга. Есть ли охрана, цеплен ли район и так далее? Сопровождаете ли вы экспертов, которые прибывают на месте? Все, что нужно для проезда или досмотра Боинга, с нашей стороны выполняется на все 100%. То, что не делает украинская сторона, я думаю, это, извините, муссирование этого вопроса уже, честно говоря, всем надоело. Действительно знаем, кто сбил, действительно, но конкретно, вы же прекрасно понимаете, никто об этом не скажет. Эксперты выезжали вот в последнее время? И не единожды. Вы не могли бы прокомментировать ситуацию в районе Ждановки? В районе Ждановки? Да. Ждановка находится на данный момент пока под контролем украинской армии, но она находится в этом районе, украинская армия находится в окружении, в кольце, и потихоньку пытаемся их вытеснить оттуда, но мы не имеем права вести боевые действия, поэтому... А есть ли у вас данные о численности окруженных группировок? До полутора тысячи человек. Товарищ министр, скажите, вот собранных данных по Боингу хватит для того, чтобы убедить мировое сообщество в том, кто конкретно сбил этот самолет? Я думаю, я вам так открою маленький секрет. В свое время я заканчивал авиационно-технический колледж гражданской авиации по специальности авиационный техник и механик по обслуживанию и эксплуатации авиационного двигателя и планера. Так вот, черный ящик и те остатки Боинга явно указывают, что было сбито системой ГУП с украинской стороны. А то, что пытаются доказать, что якобы это ополченцы, у нас не было на тот момент в ополчении, а на данный момент в вооруженных силах ДНР у нас нет системы ГУП. Поэтому, судите сами, высота запредельная, сбить можно только это не будет. Спасибо.